И в продолжении темы ГИБДД на неделе саранские водители были возмущены нововведением в области автоштрафования. На загородном шоссе несколько дней дежурил гражданский автомобиль, из багажника которого за всем и за всеми следила камера. Любопытную и не факт, что законную картину запечатлел на видео наш телезритель. Его данные мы не разглашаем в свете историй с нападениями гаишников на нормальных людей. У нашего источника есть все основания опасаться за свою безопасность. Так вот, на обочине загородного шоссе припаркован неприметный автомобиль, в багажнике которого надежно спрятана переносная камера фото-видео фиксации. О том, что это не что иное, как тренога, свидетельствует госномер авто, да и сам ВАЗ темно-зеленого цвета. Недели ранее именно эту машину мы застукали на Лямберском шоссе Саранска. А в нем мужчину, частника, который выставил вдоль дороги целых три смотрящих глаза. Уверял, что просто тестирует. Мои коллеги сразу отправились в ГИБДД Мордовии с просьбой ответить на вопрос, а что так можно было, но внятных комментариев не получили. По сути, такие съемки из-под стежка, конечно, недопустимы, совсем недопустимы. Это, знаете ли, даже как-то неприлично с точки зрения правового государства. А во-вторых, напомню, что доблестные густители порядка на дорогах просто обязаны уведомлять, где, когда и почему будет располагаться вот это все хозяйство. На бумаге главная цель сделать дороги безопаснее. Для этого, как известно, надо спрятать камеру понадежнее, чтобы водители без стеснения превышали и платили деньги примерно пополам в бюджет и частнику, что треногу эксплуатирует. Мы ни в коем случае не призываем нарушать правила дорожного движения, но очень хочется, чтобы законы до последней запятой соблюдали и сами блюстители порядка. Иначе получается, что все у нас равны, но кто-то все равно ровнее. Надеюсь, меня за это никто не побьет, как пенсионеры из Отяшевского района. Продолжение следует...